Система Махаля-Бай демонстрирует свою эффективность. Она позволяет ответственным лицам изучать вопросы и проблемы, волнующие людей адресно, а также определять точки роста махалей. В результате чего в регионах развивается животноводство, птицеводство, пчеловодство, сельское хозяйство. Полученные результаты были отмечены в ходе организованного семинара в Сурхандаринской области. Пчеловодство – популярное занятие среди сурхандаринцев. Об этом говорят цифры. 38 махалей по региону специализируются на этом виде деятельности. За прошлый год более 200 предприятиями области получено порядка 850 тысяч тонн мёда. Подробная информация была представлена и на практическом семинаре на тему проводимая работа, практический опыт и перспективы работы Махаля-Бай в Денаусском районе. Отмечалось, что производственный кооператив приступил к поставкам мёда в малой промзоне Махалеб-Уюк-Келеджак. На сегодняшний день на предприятии создано свыше 20 постоянных и 100 сезонных рабочих мест. За счет производства ульев и воска, переработки витаминного продукта и упаковки пятью различными способами. Помимо внутренних рынков, высококачественный мёд экспортируется в соседние страны. Мы привезли сюда карпатских пчёл. Они считаются очень трудолюбивыми при сборе пыльцы. А ещё наши специалисты изучили опыт зарубежных коллег. И теперь мы применяем полученные навыки здесь, у нас в Узбекистане. После диалога участники также узнали об опыте пчеловодов Махал-Йошлик. В этом году в этой сфере планируется создать 211 новых рабочих мест. Наработки местных жителей в пчеловодстве привлёк внимание участников. Они ознакомились с деятельностью уникальной школы пчеловодства, а также важных аспектах данного профиля и доходах. Выделение субсидий для семей, которые хотят заниматься пчеловодством, это одна из основных задач семинара. К тому же намечено увеличить экспорт мёда по Сурхандаринской области. Несмотря на отдалённое расположение, Бандиханский район также имеет огромный потенциал в этом направлении. Мы планируем создать кооперацию и увеличить поставки за рубеж. Далее участники семинара ознакомились с перспективами цветоводства в Махале-Тасмосой. Местные жители – настоящие мастера по выращиванию цветов, саженцев, деревьев. После состоялось посещение соседних цветочных домов, консультации с экспертами в области, как правильно начать цветочный бизнес. На цветы, выращиваемые в Махале-Тасмосой, спрос очень высок в соседних странах. К тому же мы доставляем их по всей республике. Особенно хорошо продаются в Ферганской долине. В Махале-Бахора, Ангорского района, проживает более 4 120 человек. По словам местных жителей, хозяйство региона производит в среднем 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в год, из которых 15,5 тысячи экспортируются в страны дальнего зарубежья. И самое главное, здесь создан логистический центр и служба по экспорту продукции. Мы планируем увеличить объемы экспорта в Россию и Беларусь, и тем самым повысится доходы населения. Недавно состоялся визит японских специалистов. С их помощью мы создадим кооперации в домохозяйствах, а выращенная продукция будет экспортироваться в Японию. Семинар был полезен для всех, так что совсем скоро участники семинара смогут реализовать перспективные проекты в своих областях. Организаторы же договорились о проведении подобных семинаров и в других районах региона.